О, Нурлан, ну скоро ты там, а? Да сейчас, сейчас. Включи ты уже этот кондиционер. Да он уже на максимум целый час работает. О, да ё-моё, чё ж так жарко-то, а? Ой-ой-ой, прям такие неженки. То холодно, то жарко. Берите пример с меня. Скромный, не требовательный. Ну и вообще здесь нормально. Совсем не жарко. Даже? Ну что, дорогие телезрители, Бишкек, Жара, Студия 7. Мы начинаем. Больше, чем правда, чуть меньше, чем ложь, Студия 7. Наши люди могут отличиться везде. И даже в России. И вот первая новость. Но с нашим колоритом. В России кыргызстанец пытался дать взятку сотруднику ДПС. Пытался? Пытался. Ну, конечно, там сотрудники ГАИ совсем другие. Видимо, двумя ногами отбивался, да? А она стоя на коленях умолял, что взяли взятку, да? Прям как рязанская баба, да? Можно я продолжу, да? Так. Мужчина достоверно знал о том, что срок действия его документах, разрешающих нахождение на территории Российской Федерации, истек. И он может быть задержан до устранения нарушений. В избежание ответственности мужчина пытался передать инспектору ГИБДД денежные средства в размере 500 рублей. Сколько? 500 рублей. Ну, теперь я понимаю ГИБДДшника. Мне кажется, нашему осталось только кредит взять, чтобы дать взятку ГИБДДшнику. Сотрудник полиции отказался от совершения противоправных действий, в результате чего, по независимым от злоумышленника обстоятельствам, его преступный умысел не был доведен до конца. И после этого со спокойной совестью парни из ОМОНа, из комитета, парни с камерой и микрофонами спокойно, чистой совестью пошли досматривать дома прокурорскую проверку. Эта новость была про желание дать взятку, а теперь новость тоже про желание, но совсем другое. Интересно. Мэрия не может вернуть 58 участков в парке Ататюрка. Не может или не хочет? Вот сейчас посмотрим. Мы хотим вернуть 58 участков, выделенных в частную собственность в парке Ататюрк, сказал 11 июня мэр города Бишкек Исау Муркулов на заседании депутатской комиссии, которая проходит в эти дни в здании мэрии. Хотят, но не могут. Какая-то не всевластная у нас мэрия. Я продолжу. Давай. По его словам, мэрия в суде уже второй раз проиграла процесс по 58 участкам. Мэрия проиграла? А вот вам и прямое доказательство того, что у нас в Кыргызстане коррупции нет. Но это мы еще посмотрим. Я продолжу. В АКС мы сдали материалы 3 января, но реакцию не видим. А те, кто распродал эти участки, сидят спокойно, сказал он. Ну а вот вам и опровержение этого доказательства. Пожалуйста. Как говорится, товар возврату или обмену не подлежит. Главное – желание. Главное – не победа, а участие, я бы даже сказал. Ну вообще да. А вот еще не менее интересная новость. Депутат А. Измалкова считает, что правительство не должно спешить с продажей национализированного трехэтажного гостевого дома на Иссыкуле. Ну конечно нельзя. Летний сезон как-никак только стартовал. Вот приедут туристы, вот где им жить? Ну подождите немного, может быть еще сдавать будем? Или просто родственник толпой приехали, а их заселить никуда. Да не, на самом деле она, наверное, сама хочет купить. Только подождите, подкоплю еще немножечко и все. Совсем чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть осталось. А вот даже фотографии этих апартаментов. Да. Так она еще не достроена, оказывается. Да, я продолжу. Как сказала сама измалкова, пройдет время и незавершенный строительством трехэтажный гостевой дом с мансардой, расположенный в селе Улан-Су-Оту из Сыкульского района и из Сыкульской области, можно будет продать за хорошие деньги. Осталось только добавить на Нурсуну. Все-таки хорошо, что у нас такие депутаты. Вот все в стране уже хорошо. Все проблемы решили, а они все работают и работают во благо отчизны. Не берегут себя. Итак, пришло время новостей спорта. В Кыргызстане создана федерация дворового футбола. Ну, наконец-то. Теперь можно спокойно двор на двор катнуть. А то эти Карпинские мухлюют постоянно. Но продолжу новость. Тут говорится, мы уже составили программу развития дворового футбола в Кыргызстане на несколько лет, говорит вице-президент этой федерации Борис Станев. А зачем ее составлять? Она уже давно всем известна. Давно отработана. Пять на пять катанем, значит. Если камень ударился, значит штанга. Если вратарь не достал, значит все, вышка. Если толстый, то на ворот. А что сразу на меня показывает? А если пришли старшаки, то чисто мяч отдать. Ну так, на технику пробить. Играем до тех пор, чей мяч, пока его домой не позвут. Все, его домой позвали, мяча нет, все, прекращаем играть. Наша основная цель – оздоровление нации и привлечение людей к спорту. Хотим оградить детей от плохого влияния улицы, в том числе наркомании и алкоголизма. Уже этой осенью мы планируем провести чемпионат города по дворовому футболу совместно с Ассоциацией футбола Бишкека, отметил Станев. Конечно, детей лишили всех прелестей, все оставили без выбора. Я не знаю, как дальше будут дети вырасти во дворах. Ну хорошо, ладно, теперь новости из разряда «как», «зачем» и «пипец», читаю. В городе уж спасатели помогли снять наручники с руки сотрудника МВД. Подожди, подожди, что, сотрудник МВД не знает, как это делается? Представьте себе реакцию сотрудников МЧС, когда поступил этот звонок, «Алло, здравствуйте, это МЧС». «Алло, да, что у вас случилось?» «Я себя наручником приковал, открыть не могу». «Так, фамилиями назовите, пожалуйста». «Младший сержант Аскеров». «Вы из милиции, что ли? Ну, ключом откройте». «Ну, я это, я ключ потерял». «Ключ потерял?» «Измелительный младший сержант Аскеров». «И всё, и дальше так пипи-пипи». «Я потом он ушел, говорит, пацаны, поехали, там, пресс, посмотрим». «Он ключ потерял». «Я за быстро, может быть, это как-то внимания не хватало». «Но бывает же, эдакий одинокий милиционер». «Сидел и грустил». «Ну, так смотрит на наручники, о, альтернатива нарисовалась». «Кстати, по данным ведомства, накануне в 0 часов и 45 минут сотрудники службы спасения Южной столицы помогли снять наручники с руки местного милиционера. Остальные подробности ведомстве не сообщают». «А если наручники розового цвета и смехом, так ему вообще повезло?» «Тогда на месте еще должны были найти кнут и пряник». «После чего сотрудник был наказан». «Наказан дважды». «Точно, да. И освобожден в конечном итоге». «Да хорошо, давайте продолжим. В УВД города Ож отметили, что сотрудник милиции просто потерял ключ». «Джюняли, зачем он надевал эти наручники в УВД, не уточнили». «Ну, раз кто-то потерял ключ, значит, кто-то его нашел». «Ты сейчас пристегнешься». «О, нифига. А тебе идет». «Алло, МЧС? Я тут наручниках застрял». «Да задолбали вы все». «Может, объяснишь хоть, зачем пристегивался?» «Не скажу». «Алло, МЧС?». «Шенни, 169-2033» «От escuela».